Здравствуйте, уважаемые друзья! Несмотря ни на что, я все еще Роман Душкин, и я снова с вами. Сегодня мы продолжаем наши криптошпаргалки, и я приготовил для вас интересную тему. Но для начала обратите внимание на наш Patreon и начните поддерживать нашу инициативу. Всем тем, кто поддержит нас в августе 2021 года, будет в подарок моя книга «Интеллектуальные транспортные системы» с автографом. Ну а наша сегодняшняя тема – это майнинговые пулы. Майнинговые пулы, что это такое, зачем они нужны и как вообще с ними жить дальше. Смотрите, какая проблема. Когда Сатоши Накамото в 2009 году запустил сеть блокчейн Биткоина, то можно было взять отдельный компьютер, включить его в эту сеть блокчейн Биткоина, и начать майнить. Вы же помните, что такое майнинг? Майнинг. Так вот, за то, что вы смайните очередной блок в те благословенные времена, напомню, 2009 год, вы бы получили 50 биткоин, которые по сегодняшнему курсу стоили бы, если сегодня. Сегодня биткоин стоит где-то 40 тысяч долларов, то это, соответственно, 50 на 40, это 20, еще 2 нуля, и еще 3 нуля. То есть 2 миллиона долларов. Прикольно, да? Это тогда. Сегодня, конечно, плата за один блок составляет 625 биткоина. Это не такая большая сумма. Ну, по сравнению с 50, конечно, по сравнению с ничем она значительная. Но, как бы, поскольку в блокчейне биткоина огромное количество майнеров, то сложность майнинга была повышена таким образом, чтобы один блок добывался один раз в 10 секунд. Вспоминайте, мы с вами об этом уже говорили. И сегодня, ну, образно говоря, мощность всех майнинговых, ну, совокупная мощность всех вычислительных мощностей, которые задействованы в майнинге биткоина, составляет примерно 150 миллионов кера хэшей в секунду. Что это значит? Хэш в секунду, вот это вот единица измерения, обозначает, что мы в одну секунду рассчитываем один хэш. То есть, вот, как бы, решаем задачу Proof-of-Work. Proof-of-Work. И в рамках этой задачи один хэш в секунду мы находим. И сравниваем его с текущей сложностью майнинга. Терра хэши. Это, соответственно, триллион хэшов в секунду. Т это триллион. И, соответственно, 150 миллионов триллионов это текущая мощность всех узлов блокчейна биткоина. Текущая мощность. Ну, собственно, на мониторе, на каком-нибудь мониторе биткоина это можно посмотреть, но образно будем говорить так. Если вы сегодня будете майнить соло, майнинг соло, что это значит? Это то, что вы сами включите свой компьютер в сеть и начнете его им майнить. То вот на обычных компьютерах, забудьте, ноутбук, стационарный компьютер, не получится ничего вообще. Вы должны использовать что-то типа асиков. Асиков. Специальные устройства, которые предназначены исключительно для майнинга. Даже майнить на видеокартах сегодня достаточно сложно. Асики – это более-менее понятные устройства. Так вот, современные модели вот этих асиков, про них мы, кстати, поговорим в каком-нибудь криптошпаргалке, составляют 150 терахэшей в секунду. То есть, современные асики дают 150 триллионов хэшей в секунду. Они могут майнить. Соответственно, берем 150 миллионов и 150. Делим 150 на 150 миллионов. Получаем 0,000001 шанс смайнить блок. За который сегодня мы получим 6,25 биткоина. То есть, что вот это такое? Что это за шанс? Это значит, что из одного миллиона блоков вы смайните только один. В среднем. В среднем алипетическом. То есть, намайнили миллион блоков, вы смайнили один. Миллион блоков майнится примерно за полтора года. Ну, тоже так образно говоря. Соответственно, у вас асик вот этот должен работать полтора года непрерывно для того, чтобы смайнить один блок. Один блок. Вы получите за это 6,25 биткоина, который сегодня стоит. Ну, поделим на 8, соответственно, 2 миллиона долларов. И это получится, если на 4, 250 тысяч долларов. Вот эти 250 тысяч долларов не окупят, скорее всего, электричество, которое было потрачено на полуторагодовой майнинг. Это серьезная проблема. Как же ее решать? Майнинговый пул. Что такое пул? Пул это бассейн. В этом бассейне объединены разные ноды, которые занимаются майнингом. Их очень много. И совокупная мощность майнинговых пулов – это там миллионы терахешей в секунду. Весь мир сегодня поделен фактически между пятеркой самых мощных майнинговых пулов. И они предоставляют возможность майнить совместно. Что это значит? Вы свой асик, который занимает 150 терахешей в секунду, включаете в этот пул. Этот пул майнит совместно с вами и тысячами других майнеров. И находит очередной блок. В блокчейн биткоинов он его вставляет и получает 6.25 биткоина плюс комиссия. И вот эту сумму майнинговый пул разделяет между всеми участниками этого процесса. Ну, оставляя себе какую-то доль небольшую. И вам за ваше участие перепадает там, допустим, 0, 0, 0, 1, 5, 7, 3, 2, 4 биткоина. Например, достаточно серьезную сумму. Это делается каждый раз, когда майнинговый пул находит свой блок. Поскольку на рынке майнингов примерно 5 более-менее похожих игроков, тот пул, в который вы включитесь, будет майнить каждый один блок из пяти. Например, AntPool майнит один блок из пяти. И, соответственно, каждый час, ну, каждые 50 минут вы будете получать примерно вот такую сумму. Собственно, это, наверное, неплохо. Это точно окупает то электричество, которое вы тратите на него. Но есть большое количество нюансов. Разные майнинговые пулы дают возможность по-разному заработать, потому что они используют разную схему распределения комиссий, которую они получили за найденный блок. И про схему мы еще поговорим отдельно. Рассмотрим разные схемы. Ну и также разные пулы предоставляют разные возможности. И здесь также есть эффект потери децентрализации. То есть, когда у нас несколько игроков, таких вот больших, мы попадаем в состояние олигополии. Что, собственно, мы тоже рассмотрим на одной из будущих криптошпаргалок. К чему вообще сейчас пришел блокчейн Биткоина и как он далеко отошел от идеалов Сатоши Накамото, который эти идеалы заложил в своей белой книге. Ну а на этом все. Я надеюсь, было понятно и просто. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Обязательно ставьте лайк. Если еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь и посмотрите другие видео о параллельной потоке от искусственного интеллекта и кванговой технологии. На этом все. С вами был Роман Душкин. Благодарю вас за внимание. До новых встреч и пока.